Экспедиции в Белоруссию для пензенских поисковиков всегда особенные. Дело даже не в том, что ехать предстоит в другое государство. А в условиях пандемии это не так просто. Именно в этой земле покоится много наших земляков, о судьбе которых так мало известно. Пропавшими без вести числятся тысячи. Главная и основная задача — подъем бойцов и установление имен, которые пропали без вести. На данный момент за 9 лет проделаны работы совместно с 52-м поисковым батальоном на Республике Беларусь поисковыми группами поисковщины и «Звезда» было поднято 348 останков бойцов, и 38 бойцов было установлено, в том числе и наши земляки-пензенцы. В начале войны в Белоруссии шли бои с участием 61-й стрелковой дивизии. Она состояла в основном из уроженцев Сурского края. В 44-м в республике в наступление сражались соединения, в которых тоже числились пензенцы. Поэтому сегодня поисковики хотят решить сразу две задачи. До отъезда отряды проделали большую работу в Центральном архиве Министерства обороны, изучали аэрофотоснимки эпохи Великой Отечественной. Участвовал в ней корреспондент программы событий Евгений Налдеев. Если для отряда это 10-я экспедиция, то для нашего коллеги уже 13-я. Я переношусь от 21 века в прошлое. И это то прошлое, за которое я благодарен своим дедам. Вот так случилось, что одного информации нашел только этой весной. Он считается пропавшим без вести, но мы теперь хоть знаем, где он погиб, на малой земле, в российском. В общем, я не знаю. С годами ты чувствуешь просто связь вот этих поколений, времен. Ты и я часть своего рода. Всего в экспедицию от Пензенской области отправились 24 человека. Это четыре поисковых отряда. Возвратиться они планируют 28 августа. И очень рассчитывают, что вместе с ними вернется хотя бы частичка судеб воинов Великой Отечественной. Я надеюсь, что все отлично...